Всем привет, с вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить Warlock on the Fire в топ-наунт. Как вы помните, в прошлый раз мы немножко получили по щам. Что ж, в этот раз мы продолжим, но единственное, что... Поскольку нас возвращают чуть назад, читать весь текст я не буду, чтобы не повторяться. В общем-то, немножко мы теперь знаем. Единственное отличие... Я думаю, мы как-нибудь с вами попробуем осмотреть все комнаты перед тем самым врагом, чтобы попытаться найти что-то, что нам, может быть, поможет. Ага. Ну и плюс постараемся получить меньше урона. Это было бы здорово, потому как тогда нам конкретно не хватило. Кажется, одну руку мы поймали. Отлично. И до тех пор, пока мы... Пока мы не стоим по диагонали от нее, все должно быть хорошо. Ага. Их, как это? Что за не судьба? И вот тут руки нас окружили, можно сказать. Но... Что, что будешь делать? Ладно. Одно прибили. Вроде как даже стамины немножко осталось. Текст. В общем-то, я думаю, все тот же. Но спрашиваем все то же и уходим из его комнаты. Поднимаемся по ступенькам. Вот здесь видим дверь. И давайте мы в нее в этот раз зайдем. Может быть, здесь что-то будет. О-о-о. Ты с некоторым трудом открываешь дверь. Порывы воздуха проносятся мимо твоего лица. Когда ты заходишь, и дверь с хлопком закрывается позади тебя. Ты заходишь туда, что должно быть домом повелителя воздуха. Волшебника, который посвятил себя тайному знанию элементного плана воздуха. Торнадо окружает комнату, и огонь загорается из-за вот этих вот чаш и танцует на ветру. А разные бумаги также летают и хлопают в этом самом бризе. Странная комната воздушной магии. Я должна быть начеку. Ты подходишь к тому, кто, по твоему предположению, должен быть повелителем воздуха. Ручный ястреб сидит на ее руке, и на ней надета пара прекрасных очков. Она приветствует тебя. А, еще один горе-приключенец, который пришел уничтожить Загора. Я особо пришельцами не занимаюсь, но... Лабиринт должен тебя прикончить. Она делает паузу. Разве что ты знаешь что-то о бронзовом амулете, посвященном культу Бабариуса. То... Ну, кроме как, если ты знаешь что-то об этом амулете, тебе здесь не место. Давайте покажем амулет. Типа того? Говоришь ты, показывай ей амулет. Мастер воздуха вздыхает. Это оно? Где, черт возьми, ты его нашел? Дай его мне. Ммм, ну, на, даем ей амулет. Ты протягиваешь амулет. Я также ищу... Я также ищу амулет. Амулет Аши. Мастер ухмыляется. Я не знаю об этом артефакте. Но это школа магии. Я гарантирую, что один из моих коллег будет что-то об этом знать. Она протягивает руку. Ну, тебе-то он не нужен. Имеется ввиду вот тот наш амулет. Мы качаем головой. Но просто так я его не отдам. Хорошо. Мастер. Я могу дать тебе сосуд воздуха. Это магическое кольцо, которое, когда ты выносишь, заполнит твои легкие воздухом, когда оно тебе понадобится. Они очень ценные, если ты знаешь, что делать с ними. Ты думаешь, что это честная сделка и принимаешь предложение. Мастер воздуха вежливо, но уверенно просит, чтобы ты покинула, получается, в нашем случае. И ты спускаешься вниз. Давайте наденем кольцо и вернемся на развилку. И, кстати, у нас есть всякие штуки. Давайте попробуем что-нибудь сожрать. О! Если мы сожмем провизии, мы подлечимся. Ну и пойдем на запад. А, так, ну, здесь все то же самое. И вот он, товарищ огня. Ну, и вновь мы будем с ним биться. Ну, точнее, не с ним, а с его саламандрами. А, соответственно, первым делом надо от них свалить. Ух, ладно, получили немножко. Опять же, по-моему, они... А, нет, у них есть атака дальняя. Поэтому... Ох, хорошо, ну, хотя бы на них я действую. Ух ты, твари, какие! Так, а у нас же вот этот левый слажь, почему он не попал-то? О! Мы горим, а эта тварюга отравлена. Так, ну, в этот раз у нас хотя бы... есть шанс. Потому что тогда совершенно я не ожидал происходящего. Так, а мы отойдем. Она отравлена, ей плохо. А, вот она и вылечилась. Скотина, ну... Давайте подвинемся. Эй! Эй, почему она нас вытеснила? Ну, получай, скотина. Давайте, 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 мы попадем. Да. Шикарно, мы справились. Мы победили саламандр. Своим заключительным ударом... А, после твоего заключительного удара, последняя саламандра испускает такой желудочный рев, и ее огонь тухнет. Она перестает двигаться и становится серой. А потом взрывается и осыпается пеплом. Старый мужчина в красном, золотых робах, который стоял в углу комнаты, бежит к тебе. Он явно зол. Что, черт возьми, ты делаешь? У меня ушли часы, чтобы вызвать этих тварей. Часы! Ты извиняешься, но настаиваешь, что это было в качестве самообороны. И еще амулет Аши, который защищает тех, кто хранит память о старых богах. Говорит мастер огня. Эти глупые предрассудки. Злость закипает у тебя в груди. Они не... Начинаешь ты, но мастер отворачивается к тебе спиной и как бы лезет на полку. Вот, говорит он, кидая тебе ожерелье, сделанное из костей и кожи. Возьми. Оно практически бесполезно. Оно особо каким-то особенным не выглядит, но ты чувствуешь, что сквозь твои руки пульсирует его мощь. Ты внимательно осматриваешь крохотный резной амулет, в который все еще вставлены рубины. О! Тот самый настоящий амулет Аши! Кажется невероятным, что мой поиск закончился так легко. Мастер продолжает заниматься своей важной работой. ты прихватываешь на пути отсюда ну, сосудик огня. У него их полно. Удивительно, что у этого Косбина совсем нет понимания свойств этого амулета. Мы кидаем комнату. Диэкс. Ух ты! И хотя амулет уже в твоих руках, ты не чувствуешь, что твой квест завершен, но что-то не встает на свои места. Это было слишком легко. Зачем кому-то столь мощному, столь могучему, как Косбин, просто отдавать такой могучий артефакт. Ты снова смотришь на амулет и внезапно замечаешь, что рубины начали темнеть. Через несколько секунд рубины такие же темные, как Оникс, и амулет внезапно на ощупь кажется очень-очень холодным. Ты падаешь на пол, парализованная какими-то невидимыми силами. Ты чувствуешь просто пробирающий холод, и твои мышцы начинают болеть, и, ну, по ним проходят спазмы, такие, которых ты раньше не испытывал. А, дверь в комнату Косбина открывается. Ты дурак. Думаешь, действительно, это было бы так легко. Загар взял амулет у меня недели назад, считая, что я не заслуживаю такой мощный, такой мощный, наверное, такой мощный вещь. Он, наверное, прав, поскольку я бы выпустил наружу силу, которую он бы боялся. С этими словами Котбин слегка пинает тебя ногой, чтобы убедиться, что ты полностью парализован. Откуда-то из снизу, ну, дальше по коридору ты слышишь звук шагов, звуки шагов. Выкиньте ее в воду, она не протянет долго в таком состоянии. Твои ноздри внезапно заполняются мерзостным запахом орка, когда его грубые руки поднимают твое тело. твое сознание ускользает и ты понимаешь, что ты отключаешься. Но мы только что взяли вот эту штучку воды. Ну, собственно говоря, наши мысли проваливаются в тьму. Так. ты слышишь плеск воды и пытаешься вдохнуть. Тебя смывает по темной подземной реке в неизвестность. Холод воды кажется пробудил тебя от того мерзкого проклятия, которое было наложено на тебя. Твое тело все еще полупарализовано и ты чувствуешь себя беспомощной, болтающей так руками и ногами хаотично и ну пытаясь отчаянно дышать воздухом над тобой. Я не уверена, что я могу продолжать дальше. Ну, в смысле, что я не могу так дальше продержаться. Если бы у меня была какая-нибудь магия, которая бы помогла мне дышать под водой, давайте утонем, у нас есть эта магия. Ха-ха! Ты позволяешь своему телу погрузиться в темные глубины реки, глотая, ну, наглотавшись огромное количество воды, как ты это делаешь. Кольцо на твоем пальце, которое тебе до этого дали, внезапно начинает раскаляться, почти, ну, внезапно становится горячим, почти до боли. Поэтому вместо того, чтобы захлебываться, ты обнаруживаешь, что ты нормально дышишь. Сдержав свое слово, мастер воздуха действительно дал тебе волшебное кольцо, которое поможет тебе дышать под водой. Эффект паралича почти прошел. И с обновленной уверенностью в себе ты начинаешь плыть. Где-то слева от тебя ты видишь свет, какие-то большие строения и пляж. Быстро плывем к пляжу. А я помню, там что-то было про лодочник, которого надо уважать. Достигнув побережья, ты вытаскиваешься из воды, поднимаешься на ноги и обнаруживаешь, что ты стоишь в большой подземной пещере. А наиболее удивительная вещь является массивное строение перед тобой. Она построена встроена в саму стену пещеры. из нее исходит чувство опасности, обреченности. И она нависает над вот этим побережьем. О, да, действительно, что-то с текстом. Видели, он появился, а потом внезапно стал пропадать. Справа от большого строения стоит более маленькое, но все еще нависающее над тобой здание в стене пещеры. Слева небольшая деревянная хижина. Возможно, достаточно большая, чтобы туда, ну, чтобы внутри были жилые помещения. О, черт. Эм, так. Прямо справа от тебя деревянное строение, которое находится рядом с мостом. и мост уходит за, за тебя. Кажется, мне придется найти загора, если я собираюсь получить этот амулет. Это большое строение впереди явно выглядит, как кандидат на логово чародея. Давайте начнем вот с этого строения слева. Посмотрим, мы его осматриваем. ты проходишь по песчаному побережью, который ведет, ну, выводит к ближайшей хижине. у хижины есть дверь, которая ведет в эту самую хижину и, кажется, она не заперта. Давайте пройдем через дверь. Ты находишься в маленькой воняющей комнате. Ты замечаешь две двери, одну на западе и одну позади себя на юге. Мебель в комнате довольно-таки немного и в основном она сколочена из кусков старых лодок. Здесь ничего стоящего нет, но твой зоркий глаз замечает связку ключей, которые висят на стене. Старый мужик в таких оборванных одеждах спит на скамейке, которая сделана из половины лодки громко храпя. Возможно, это тот самый лодочник, кстати. Рядом с ним стоит жутко выглядящая коричневая собака с красными глазами и черными зубами, которую ты пробудил и которая теперь подозрительно за тобой наблюдает. Из ее пасти достается глубокий рыв. такого. Ага, этот тот самый клиник, которого я освободил раньше, говорил что-то о ключах к лодочному дону, которые охраняют мужичина и собака. Могут ли это быть они? Давайте попробуем постучать по двери и как бы пробудить старика. Глаза старика внезапно открываются. Он видит тебя и хватает половину весла, который лежит возле его скамейки. ты говоришь ему что ты не причинишь ему зла, но он все еще держится на страже и осторожно тебя изучает. Хотя он выглядит достаточно безобидным, его собака может быть опасной. и ботинки мужика развязаны. Давайте спросим его о горе. Когда ты начинаешь говорить, он становится ну злым и просит, чтобы ты ушел. Он не собирается ничего общего иметь с приключенцами. Его собака чувствует его злобу и зловещий рычий. Давайте попробуем его успокоить. Когда ты пытаешься успокоить его, единственное, что у тебя выходит, это сделать его еще злее. Предатель! Он выкрикивает. Старик выкрикивает команду, отдает команду собаке и готовится атаковать. Ну что ж, давайте попробуем с ним сразиться. Собака прыгает на тебя, пока ты пытаешься двигаться. Ее омерзительные черные зубы нацелены прямо на твое горло. А в двух метрах от тебя взрыв огня выстреливает прямо из ее пасти в твое лицо. Давайте попробуем проверить наш скилл. Смогли. Вообще шикарно. мы выпрыгиваем, ну, отпрыгиваем как раз вовремя. Инстинктивно ты отпрыгиваешь от огня и избегаешь вот этого потока пламени, который летит на тебя. Ты чувствуешь, как взрыв жары, ты чувствуешь взрывы жары, когда ты еле-еле уворачиваешься от этого пламени. прежде чем это животное имеет какой-то шанс вообще на реакцию, ты удивляешь его и атакуешь его каждой унцией своей силы. Существо издает неземной бой в тот момент, как ты это делаешь, а затем падает на землю. Его тело, ну, опять же, осыпается в пепел. старый мужик просто в ярости из-за того, что ты убил его домашнее животное. Ты монстр, теперь ты встречишь настоящего. Ну, настоящего монстра, наверное, или что. Его глаза становятся белыми от злобы. Он медленно поднимается со своего сиденья, и когда он поднимается, кажется, что он увеличился в размерах и конституции, ну, то есть мышцы такие набухли. Он меняется прямо на твоих глазах. Ух ты, у него вырастают волосы на лице и лбу, а, стоп фор армс, и на руках. Его нос удлиняется и становится собакоподобным. Его зубы становятся острыми. Он оборотень, и он бежит на тебя. Фу, прекрасно. Вот что нам не хватало, так это оборотень, который не очень нами доволен. Интересно, а если мы вот сюда поднимемся и попробуем его отравить? Ай! Кажется, получилось? Кажется, получилось. Хотя, кажется, нам тоже немножко досталось. Ну, теперь будем перекидываться кубиками. У него скилл тоже высокий, но нам пока конкретно везет. И поскольку он собирается вот сюда идти... Ай! О, не, смотрите. Ну, давайте вот сюда передвинемся. Вот. И снова атакуемого. Ну, бесконечно нам везти, конечно, не может. Ох! Так. Мм... Хорошо. Будем пытаться сражаться с ним на равных. Ау! Скотина! Ху! Но мы победили. Мы победили оборотня. Со вздухом облегчения ты прислоняешься к стене хижине. Ты победил оборотня. Мм, плюс одна удача. Ага. Оглядывая комнату, ты не находишь ничего полезного. Хотя связка ключей выглядит достаточно интересными. особенно та, которая подписана до хранилища лодок, типа лодочный домик. Ну, возьмем его. Ты берешь ключ и кладешь его в свой карман. Ну, рюкзак. А, единственная другая дверь, ну, в этой хижине ведет к тому, что выглядит как хранилище. Давайте посмотрим. У! ты открываешь дверь и обнаруживаешь там хранилище. Ну, склад припасов это дословно переводится, да, то есть типа погребок, можно так. Ну, склад этого оборотня. Разная коллекция костей и гниющих мяс. Запах тошнотворный, хотя банка консервированных яиц, да, не консервированных, а как черт возьми, ну ладно, давайте будет консервированная. Выглядит довольно-таки вкусный, ну, возможно. Хочешь ли ты взять эти яйца, да, конечно, возьмем. А, со спешкой, ну, как бы, с желанием ты берешь одно из консервированных яичек и вгрызаешься в него без раздумий. Затем ты давишься и выплевываешь его в отвращении. Яйца такие же омерзительные, как все и остальное в этом ужасном погребке. К сожалению, ты уже проглотил кусочек этих яиц. О, да что ж такое-то. И, поскольку там больше ничего интересного нет, ты решаешь уйти. Окей. Давайте все-таки мы немножко похомячим, хотя у нас провизия как-то очень быстро заканчивается. А, давайте попробуем подойти к деревянному строению возле причала, потому что, возможно, это и есть тот самый лодочный домик. Да? О, ты подходишь к деревянному зданию. Единственное, как в него можно попасть, это выглядящая крепкая деревянная дверь. Знак над двери гласит лодочный домик. Дверь крепко заперта, но маленькое окошко позволяет тебе заглянуть внутрь. Ты видишь несколько скелетов, которые создают, ну, работают над тем, чтобы собрать лодку. о, да, бар, это, ну, бар, это палка, как бы, да, соответственно, бар-виндоу, это вот такая вот штука, окно с решеткой. они двигаются быстрыми, такими дерганными движениями, довольно-таки напоминает тебе насекомых. Давайте попробуем использовать ключ. Ключ подходит к замку и открывает дверь. Это явно большой, ну, это не верфь, это лодочный домик, ладно. Разные лодки лежат вокруг в разных, в разной степени завершенности. Кроме двери за тобой, есть другая дверь на севере. Входим. естественно, скелеты вряд ли нам что-то скажут. Ух ты. Когда ты заходишь, скелеты прекращают свою работу и поворачивают свои костлявые шеи, чтобы поглядеть на тебя. Они поднимают планки, да, планки дерева и молотки и начинают идти на тебя. Их пятеро. Мне кажется, самое время выпить зелье невидимости. Быстро ты достаешь зелье невидимости и выпиваешь его содержимое. Ты чувствуешь странную покалывающую ощущение по своей коже и затем ты пропадаешь прямо перед скелетами. Они совершенно не впечатлены. Да ладно, зелье невидимости серьезно. Мы знаем, что ты здесь. Мы что, думаешь, не видели, как дверь открылась? Нас пять, а ты один. Ты понимаешь, что скелеты все же в чем-то правы. А, возможно, у тебя не столько преимущества, как ты думал. Что делать? Ну, давайте попробуем удивить их атакой. А, разбегаясь вперед, ты собираешься удивить скелетов внезапно атакой. К сожалению, они готовы. Слышали тебя. Атакуем. Скелеты как бы размахивают своим оружием в воздухе, и один из них умудряется попасть по тебе, ранить тебя и отбрасывать тебя назад. Оу. Поднимаясь, ты чувствуешь, как эффекты зелья невидимости заканчиваются. скелеты идут на тебя и заставляют тебя выйти из двери. Один идет впереди них, и четверо других за ним следует. Оу. Неприятненько. Неприятненько. Так. Лады. Я так подозреваю, что скелетов отравить мы не сможем. Да? Скилл у них небольшой. Ох. Смотрите-ка, мы смогли отравить скелет. Внезапно. Так. И мы можем сделать вот этот left slash. Оу. Подонки. Так. Давайте попробуем в угол себя загнать. А, ну они явно кстати атакуют вперед. Так. И у нас оп. Атака. Шикарно. Но я думаю наш лучший вариант это бить перед собой. Он скорее все сейчас будет атаковать. а вот теперь вот этот ядовитый удар оп. Отлично. А, так. И если мы вот сюда ударим нет, сюда мы не сможем. Сюда мы можем. Ага. Ну окей. Кажется мы стратежно встали. В какой веке что-то сделали правильно. Единственное зелье, конечно, было упущено целиком и полностью. Ай. ну-ка. Ну. Фу. О. А. Эта тварь защитилась. Эта тварь защитилась от нашего удара. Ладно. Остался последний. Дано, стамины мы потеряли, но я очень рассчитываю на следующую скамейку. Ну-ка. Хорошо. Отлично, мы победили. Мы разгромили скелетом. Ха. А. Ты переступаешь через кости на полу и более внимательно разглядываешь вот этот вот лодочный домик. Ты поднимаешь кучу различных инструментов, которые разбросаны вокруг. Молотки, топоры, долота, долота. Ну, в общем, стамески, вот, и тому подобное. Но они выглядят достаточно обычными. ты слышишь, как откуда-то из-за северной двери доносится, ну, стуча, стук такой. И у тебя есть время еще разок осмотреться, ну, поискать здесь, перед тем, как тебе придется на него отреагировать. Что ж, а на этом, пожалуй, мы и закончим. Спасибо всем, кто пришел посмотреть этот эпизод. Спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжает поддерживать канал. Что ж, думаю, в следующий раз мы продолжим этим путем и надо как-то что-то делать с рационами, потому что они у нас плавно заканчиваются. Я боюсь, что так мы до финала не дойдем. А мне бы это хотелось сделать. Ну, с другой стороны, если вдруг не дойдем, скорее всего, я возьму другого персонажа. Ну, части, которые мы уже зачитывали, мы читать не будем, но попробуем где-то, возможно, найти другой путь, если он есть. А на этом все. Всем удачи, спасибо вам и пока-пока, до встречи через день.